Следующий раздел это история проповеди, такая краткая история проповеди, уроки истории проповеди. К сожалению, на русском языке почти нет материала, есть хорошие книги на английском языке, которые исследуют эту тему, на русском почти нет, поэтому я пользовался другими материалами. Но мы сделаем такую краткую выжимку, чем мы можем научиться истории проповеди у других проповедников. И затем я дам вам задание, которое вы сможете сами читать и заниматься, исследовать проповеди других великих проповедников. Итак, уроки истории проповеди. История проповеди своими корнями входит в глубь веков, и об этом можно было бы намного больше говорить, потому что мы могли бы вернуться к Богу. Написано, что Бог еще тысячи лет тому назад многократно и многообразно, многообразно в разных формах проповедовал через пророков, евреям 1.1. И можно учиться проповедовать у Бога, исследуя пророков по порядку. Как Бог проповедовал через Иону? А возьмите Езекииля. Вы думали вот о таком странном, необычном проповеднике, как Езекииль, который брил свою бороду или проламывал стену, или лежал на одном боку. Это Бог проповедовал через него? Или такого пророка, как Исаию, вот и Еремия, скорбящего пророка, вот и многого другого. Осия, который и так проповедовал странно своей жизнью и любовью к Гомер. Вот и Бог многократно и в разных формах проповедовал. И можно изучать всю Библию фактически, чтобы увидеть, как проповедовал Бог. Потом, позже, Бог говорил в Сыне, когда Слово стало плотью, Бог говорил в Сыне. Позже, Бог проповедовал посредством Духа. И Дух Святой свидетельствовал о Христе и вдохновлял на написание Библии. Но и мы подражаем Богу. Бог проповедовал, Христос проповедовал. И мы проповедуем. И мы проповедуем, передаем другим, что слышали от Него. В то же время, мы хотим обратить внимание на проповедников, которые проповедовали уже, начиная с новой эры, после рождения Иисуса Христа. Потому что самые лучшие курсы Гомелетики, я уверен, не заменят хороших примеров. И тот, кто хочет стать хорошим проповедником, тот должен непрестанно читать проповеди хороших проповедников. Ну, конечно, в первую очередь проповеди Христа. Нагорную проповедь, например. Читайте Нагорную проповедь. Можете читать проповеди апостолов Петра и Павла. Проповедь Стефана. Православные рекомендуют проповедникам читать Златоуста. Иоанна Златоуста. И говорят, если человек хочет стать хорошим проповедником, он должен перечитывать день и ночь Златоуста. Ну, мы рекомендуем Чарльза Спержина. Как говорят, короля проповедников. Читайте Спержина. Джона Весли, Дуайта Муди, Билли Грэма, Александра Васильевича Карева и других известных и менее известных проповедникам. И проповедников, братьев из ваших церквей, слушайте, хороших. Вот. И тоже мы сможем многому научиться. Мы научимся, как делать ведение проповеди, как излагать проповедь, как расположить материал и как побудить слушателя к ответу. Краткий обзор проповеди. Начнем мы с Христа. Ну, до Христа можно вспомнить Иоанна Крестителя, который готовил путь Мессии. Помните проповедь Иоанна Крестителя? Вы, змеиное отродье, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Такой яркий был проповедник, зажигательный, сильный. Вот. Весь была краткой, но он подтверждал ее жизнью. Вот. И как настоящий проповедник, не один он. Были такие сильные, настоящие, смелые проповедники, вот, которые лишались жизни в результате проповеди. Они были готовы проповедовать даже в этом случае. Они даже готовы были жизнью подтверждать свою проповедь. Идеальный проповедник Христос. Мы не часто думаем о нем, как о проповеднике, потому что его стиль настолько не похож на наш. Мы не встречаем, не видим, чтобы Христос вот так стоял за кафедрой, как мы, там, листал конспекты и передавал Слово Божие. Мы так не привыкли, нам даже трудно представить и говорить о нем, как о проповеднике, но на самом деле у Иисуса Христа можно очень многому поучиться. И один автор перечисляет 7 основных характеристик проповеди Христа. Мы можем поучиться у Христа. Иисус проповедовал со властью. А как проповедуем мы? И как этого достичь? Фарисеи и книжники ссылались на авторитеты, ссылались на традицию, но то, что говорил Иисус, было самоистиной. Он говорил, как власть имеющий. Почему? Потому что его авторитет кормился в собой личности, только он мог сказать, я есмь, я говорю вам. Мы этого не можем сказать. И в определенном смысле, братья, мы никогда не достигнем и не будем иметь такого уровня власти, как Иисус Христос. Мы не сможем говорить с такой властью. Естественно. Но если мы максимально ясно и точно передаем Слово Божие, в нем будет власть. Если это Слово Божие, если мы заявляем, так говорит Господь, тогда мы будем проповедовать со властью. Проповедь Христа отличалась оригинальностью. Он проповедовал не так, как все. Оригинально проповедовал. Но в то же время, при всей оригинальности, его проповедь была понятна простым людям. Иисус Христос использовал понятные, простые выражения, слова. Поэтому простые люди, написано, слушали Христа с радостью, потому что все понимали. Книжников и фарисеев было трудно понять, а Христа все понимали. Конечно, еще большую радость вызывали не просто его слова, а благодать, которая исходила от Христа. Он нес благую весть прощения грехов. Христу пытались приписать какие-то моменты знакомства, может быть, с индийской философией, чтобы показать, насколько было необычным его проповедь, или откуда он взял эту оригинальность. Но Христос не повторял какие-то другие концепции, идеи. Он просто по-новому раскрывал Писание, он просто глубоко копал. И когда Христос глубоко копал, возьмите его на горную проповедь, как он глубоко раскрывал Ветхий Завет. И старые истины звучали по-новому. Кажется, что можно было бы сказать, нового по заповеди не убивай. А Христос говорит, всякий гневающийся напрасно, уже убийца. Он глубоко копал, и проповедь его отличалась оригинальностью. Проповедь Христа носила полемический характер. Спорной была проповедь. Никто не оставался равнодушным, слушая его. Это был хороший проповедник. Иногда наши проповеди вызывают много споров, но, может быть, не по этой причине, когда мы что-то не так говорим или неправильно. Но проповедь Христа не оставляла у людей равнодушными. Еще один момент интересный. Иисус Христос часто повторялся. Иисус Христос часто повторял свои проповеди. Не надо бояться повторять что-то нужное и хорошее. Очень много похожих притч в Писании, очень много похожих истин, но его повторения объяснимы разными причинами. Например, сказанные другой аудитории, имеющие те же нужды. Скажем, когда вы посещаете другие церкви, вы иногда повторяетесь, может быть. По крайней мере, я повторяюсь. Я посещаю часто другие церкви. Иногда какие-то хорошие мысли у меня есть. Бог положил на сердце. Я их говорю в разных церквах. Какие-то замечания по поводу разных вещей, одни и те же. Или какие-то истины, которые народы и ученики усваивали с трудом. Например, истина о несении креста. Народ с трудом усваивал эту истину, поэтому Христос повторял. Повторял и повторял и повторял. И я думаю, нам нужно некоторые истины повторять. Особенно самые важные истины о спасении, о покаянии, о прощении грехов, о благодати нужно повторять. Вот так это делал Иисус Христос. Еще одна характеристика. Иисус использовал в проповеди разные методы. Он проповедовал в разных местах. В синагогах, на берегу озера, в пустыне, в частном доме, в лодке. Некоторым из нас трудно проповедовать, если мы куда-то приходим и вдруг обнаруживается, что нет кафедры. Уже бывает проповеднику сложно что-то говорить. А Иисус мог в любом месте проповедовать. В частном доме, в лодке. Есть микрофон, нет микрофона. Без озвучивания. Он всегда готов был проповедовать и возвышать голос. Иисус проповедовал в разных случаях. У него были запланированные проповеди. Нагорная проповедь. Ну, можно так сказать, запланированная. И спонтанное учение, как Никодим, когда он внезапно начинал учить, может быть, ну, как бы мы сказали, не подготовившись. Вот. Иногда приходится готовить экспромтом. В каких-то случаях. Приехали, раз, похороны. Нам надо что-то говорить. Вот. Или пришли, вот. Не пришел проповедник, который был назначен, в графике поставлен. Нас просят сказать слово. Бывают такие случаи. Поэтому проповедник должен быть всегда готов молиться, проповедовать и умирать. Всегда должен быть готов делать вот эти три вещи. Ну, Иисус использовал разные типы провозглашения истины. В отличие от нас, Иисус Христос был разнообразен, как проповедник. Иисус использовал иллюстрации. Мы уделим особое внимание иллюстрациям, потому что это один из тех методов, который делал проповедь Христа яркой, интересной, запоминающейся, почему людям нравилось. И очень хорошо это видно на примере Нагорной проповеди. Его проповеди буквально насыщены вот этими иллюстрациями из окружающего мира. Он говорит о закваске, он говорит о волках в овечьей шкуре, об иге, о сокровище, об овсах, о змеях, о неводе, рыбах. Когда Христос учит о милости, он показывает доброго самарянина. Он говорит о фарисее Мытаре, уча смирению. Он учит щедрости, на примере бросающей вот эти две лепты в сокровищницу вдове. Иисус Христос рисовал картины в глазах слушателей. Он им показывал на лилии полевые, он показывал на птиц небесных, он брал на руки ребенка и даже таким образом проповедовал. Проповедь Христа была насыщена иллюстрациями, поэтому ее было легко понять, легко было принять истину, легко было усвоить истину. И последний момент, Иисус очень любил задавать вопросы. В его 48 проповедях 168 вопросов кто-то нас считал. Он задавал вопросы. Мы иногда тоже задаем вопросы проповеднике. Ну, надо уметь задавать вопросы, иногда проповедник задает вопросы, и он же на них вынужден отвечать, потому что никто не хочет возвышать голос. Поэтому надо знать, когда и как, и где задавать вопросы. Вот, но мы можем учиться у Иисуса Христа проповеди, учиться так, как проповедовал он. От Христа мы говорили о Христе, как проповеднике, идеальном проповеднике. Мы продолжаем, говоря об апостолах. Апостолы продолжают проповедовать, проповедуют о Христе, призывают к обращению, к отвращению от мертвых дел, к вере в Бога живого. Вот, и мы можем найти несколько хороших проповедей, примеров проповеди апостола. Помните, в книге Деяний, вторая глава, апостол Петр проповедует, вот такая ясная, четкая укорененность в Ветхом Завете, данной истории Ветхого Завета. Седьмая глава Деяний. Помните? Стефан. Вот, он пересказывает историю Ветхого Завета, проповедует на основании Ветхого Завета. Вот, затем мы можем ответить апостола Павла. Говорят, что он в личном присутствии был слаб, и речь его незначительно, но это говорили его недоброжелатели. Вот, я не верю им в полной степени, что, я думаю, Павел был действительно страстным проповедником, сильным. Вот, как явствует из его посланий, скорее всего, он был ярким, сильным таким проповедником. Вот, и он много говорил. Он иногда говорил слишком долго, даже люди засыпали, так что это нас ободряет, если даже на наших проповедях кто-то дремнет. Правда, он продолжил беседу, видно, после полуночи, помните? Вот. Ну, и в отличие от нас, апостол Павел мог потом воскресить человека, который умер во время его проповеди, убился. Вот, поэтому апостол Павел мог себе позволить. Но, я думаю, что в Библии проповеди апостола Павла записаны в сокращенном виде. Не все его проповеди записаны, не все, что он говорил. И даже об апостоле Петре, помните, написано, и многими другими словами увещевал их. Мы не читаем, что за многие другие слова, о чем он говорил. Вероятно, проповеди были намного длиннее. Вот, мы всего не знаем. Но, тем не менее, мы можем учиться многому у апостолов Павла, Петра, у Стефана, изучая их проповеди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...